Дорогие друзья! И снова на связи Библиотека иностранной литературы и Болгарский культурный институт в Москве. Сегодня уникальная возможность и уникальный день, когда мы обсуждаем новые болгарские романы и новых болгарских писателей. А уникальный он потому, что сегодня у нас в гостях замечательный болгарский поэт, прозаик, драматург, литературный критик. Огромное количество наград он имеет. Георгий Господинов, самый признанный автор Болгарии и самый переводимый автор за ее пределами. Георгий, добрый вечер! Спасибо, что согласились прийти к нам сегодня на эфир. Здорово! Сегодня с нами Майя Промотарова, кандидат к культурологии, эксперт Болгарского культурного института в Москве. Добрый вечер, Майя! Мария Ширяева, переводчик, выпускница Московского государственного лингвистического университета. Сама она живет в Болгарии, ее переводы во всех жанрах достаточно признаны. Она перевела естественный роман Георгия Господинова. Добрый вечер, Мария! Здравствуйте! У нас сегодня в гостях Ирина Мельникова, редактор серии «Новый болгарский роман», Центр книги, издательство «Родомино». Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте! И Красимир Лозанов, издательство «Жанет-45», «Болгария», «Город Пловдев». Здравствуйте, Красимир! Здравствуйте, Екатерина! Как я уже сказала, с нами сегодня удивительный автор Георгий Господинов, известный во всем мире. И большое спасибо, Георгий, за то, что вы согласились дать нам сегодня эфир, прийти сегодня на сегодняшний эфир. Мы знаем, что у вас буквально через какое-то время будет встреча с вашими читателями в Европе. Поэтому мы по законам ваших постмодернистских романов вначале поговорим с вами, а потом, когда вы уже ответите на наши вопросы, мы с экспертами будем говорить о ваших романах новых, переведенных и не переведенных на русский язык. Поэтому для раскрытия самых основных смыслов я передаю слово Майе Промотаровой, эксперту Болгарского культурного института. Маечка, тебе слово. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я очень-очень рада, что сегодня у нас такая великолепная компания друзей, уважаемых коллег. И, прежде всего, я благодарна, конечно, и Георгию, что он с нами. Мое знакомство с Георгием началось много-много лет назад вот с этой книгой. «Черешетан один народ», «Черешня одного народа». И тогда все знали Георгия как поэта. Поэта молодого, автора поэтических книг, выпускника Софийского университета и литературного критика, публициста. Но прошло некоторое время, и вдруг Георгий появился в новой ипостаси, появился его «Естественный роман», а потом появился второй роман «Физика грусти», а потом третий роман «Время и убежище», о котором мы будем говорить сегодня. Это буквально несколько месяцев назад вышло это произведение. «Естественный роман», только один из этих трех романов, вышел все-таки на русский язык. И это один из двадцати трех языков, на которых он опубликован. Действительно, на многих языках существует его литература, много переводчиков работало, редакторов над этими текстами, художников. И о нем писали на разных языках такие большущие издания, как «Нью-Йорк», «Гардиан». Я сегодня порылась немножко, и мне было любопытно, ну а кто же его публиковал на русский язык, кроме нас? Болгарский культурный институт и библиотека иностранной литературы. Мы недавно даже издали вместе с университетом лингвистическим вот такую книжку. «Семь болгарских рассказов», наверное, «Блики», вот так. Я хочу ее показать, эту книжку, потому что в ней опубликован такой культовый рассказ Георгия Господинова «Слепая Вайша». О «Слепой Вайше» чуть позже снова скажу, но, как вы понимаете, романист, поэт, рассказчик. И я, как человек театра, скажу еще и драматург. У Георгия Господинова несколько пьес. Среди нас его переводчик не только проза и драматургии Мария Ширяева. И они замечательные, потому что все, что пишет Георгий, каким-то образом, хотя он в таком романе, как «Время убейща», занимается прошлым, но все таким-то образом очень вписано в настоящее. И мой первый вопрос к нему. Почему, Георгий, в это коронавирусное время, когда мы были все закрыты по домам, вы решились опубликовать роман «Время убейща»? Благодаря «Аз не реших романа решит из-за сега». Я не решила его опубликовать, этот роман решил выйти в это время. И такъв номер ми погоди, както казал Полстой. И Толстой говорил, но вот это он ни е подстроил. Такъв номер ми погоди да излезе във време, когато бяха затворени кожарниците. Нямаше примери, нямаше представения, но ние говорихме специално с моите издатели от «Жене 45», и я много се радвам, че заедно решихме това просто нещо, че книгите излизат, когато са написани. И он ни подложил такою свиню, когато все было закрыто, книжни магазина не работали, не было никаких презентаций, представлений. И мы поговорили с моим издательством «Жене 45» и сами решили, что книги определяют свою судьбу. Раз роман готов, значит ему стоит выйти. И беше прекрасно, че го направихме, защото първия ден, когато объявихме продажбата по интернет, писаха хора от различни села и градове в България, в Европа и по света. И аз съм си запазил този списък семена, като една много хубава броеница такава на надеждата. И очень хорошо, что мы так сделали, потому что в первый день, когда были объявлены продажи на официальном сайте, стали писать нам люди из самых разных сел, городов и в Европе, в Българии. И я сохранила этот списък географических наименований. Это таки своеобразные чутки, это списък надежды. И всъщност това показва, че точно във времена на чума и на пандемия, това, което трябва, е искусство и литература, и истории, които хората се рассказыват. Мы това го знаем и от Декамерона, и от по-назад. Это очень показательный пример, который еще раз подтверждает все те истории, которые мы знаем, а знаем их со времен Декамерона, что в времена чумы и пандемии нужны истории, которые будут рассказываться. Одна из этих историй, Слепая Вайша, о которой я начал свой рассказ, показавая издание с семью рассказами, и у меня вопрос. Это один из текстов, который ты инкорпорировал в своем романе. И это специальное место, где не мая текст в своем романе. Может быть, ты это объяснишь нашим публике, которые все еще не читали этот роман? Да, это тема, която минава през всичките ми книги, и която в Слепата Вайша е най-кондензирана. Това е темата за миналото, към което гледа с едното си око тя, бъдещето, с което гледа с другото си око, и онази тънка-тънка, почти чезнища полоса на настоящето. Просто в Слепой Вайша е объединена и сконцентрирована. Та тема, которая волнует меня и на протяжении всех своих книг, я ее затрагиваю. Это связь с прошлого, в котором мы смотрим одной, одним нашим глазом, одной нашей стороной, будущее другой стороной мы в него взираем, и тонкая нить настоящего, которая лежит между ними. И в физик, в времеобежище, тази история е разказана накъсло, като една от новите диагнози, които идват. Тя е диагноза вече. И в времеобежище, эта история е разказана очень кратко. Это современный диагноз. Это уже диагноз, это не только сюжет. Другото име на тази диагноза би била Future Cancel. Да, другое име этого диагноза било по Future Cancel. Рад будущее. И точно в времеобежище, как и в предишните ми книги, има много такива, до някъде и самоиронични, позовавания или преобръщания на предишни мои истории. И в последнем романе «Время и убежище» встречаются и другие как бы самые цитаты. Я обращаюсь к тем моментам, которые развивал в других книгах, перерабатываю их, пересматриваю. Спасибо. Если говорить о «Время и убежище», там очень заложена внутри не только ирония, а чисто игровые такие приемы. Автор задает, например, такую тему. И Тюрик, город, в котором жило пять писателей, начинает перечислять. Там Томас Манн, конечно, Элес Канетти, дорогой моему сердцу. И Макс Фриш, etc., etc. Я начинаю быстро вспоминать, кто родился, кто умирал, кто что там, как Джойс писал. И через несколько сторонец автор уже тебе свою точку зрения преподносит. То есть эта внутренне заложенная игра тоже для меня была очень важна и в этом его произведении, и в других его романов. Если говорить о связи твоих романов, есть такая тема грусти, которая прослеживается еще от естественного романа, хотя только второй называется физика грусти. Расскажи о твоей географии грусти. Да, когато започнах да пиша физика на тагата, аз мислих, че ще разкажа само българската тага. И че тя е много особена и много специфична. Когда я начал писать физику грусти, я думаю, что разкажу только о българской грусти. Она очень специфическая. Но в ходе написания на романа разбрах, че тагата вече е заляла Европа и всъщност залива целия свят. Преди 10 години ми се спрюва, че това беше такъв потоп на тага. Но в ходе написания этого романа я поняла, что грусти затопила Европу, а 10 лет назад една как потоп вървалась по весь мир. И мне кажется, вот эта широка география. Но все пак имаше едно изследване на икона ми, с което сложих в романа. Едно изследване с заглавие да най-тъжното място на света. И най-тъжното място на света беше България. Но так же было изследване журнала «Экономист» и я его включил в роман. Это изследване было под заглавием «Самое грустное место в мире» и имелось в виду България. Тагата обаче мигрира, има и такава глава в романа «Миграция на тагите». И всъщност едни места са тъжни в едно време, а други места са тъжни в друго време. И понякога тагата наистина пътува като кервам през света. Грусть так же имеет свойство перемещаться по миру. Есть такая глава в этом моем романе «Физика грусти, миграция грусти». И в разное время разные страны, разные области нашего мира подвержены этому чувству, этой эмоции. И это как караван, который перемещается из одной части в свет в другую. Но Роман, физика на тагата също е един каталог на различните видове таги. Там има един деликатен спор с това, което е Хьюз Юн, който знаем от Орхан Памук, като тагата на Османската империя. Това, което е Саудаде на тази португалска тага, тагата на големите империи. И за мен беше важно да увидят, какво българската тага е по-различна. Так же Роман представляет собой своеобразный каталог этого чувства грусти, потому что один вид мы знаем от Орхана Памука, это грусть Османской империи, есть грусть других империй. И мне было важно выяснить, чем болгарская грусть отличается от всех остальных. И ще би отговорена късу моята версия. И мою версию я представлю корочка. В Българии има една тага на втора степен, една мета тага, и това е тагата по нещата, които не са се случили. В Българии така е своеобразна грусть в квадрате. Ета мета грусть по тем вещам, которые не произошли. Обикновено хората изпитват носталгия и тага по нещата, които са се случили и са изгубени. Като тагата на големите империи, които са загубили това, което са притежавали. Българската тага обратно е по това, което не си имал, но и него си загубил. Обычно грусть и ностальгию испытывают по тому, что уже пережили. Как вот эта таска, грусть больших империй, крупных империй. А в Българии грусть и таска по тому, что не произошло, что не реализовалось. И вот в этом отличие. И накъсно само има една фонетика на тагата. Ако сега всички, които не слушат и гледат, се опитат да кажат българската дума за тага. Аз страшно я харесам. Тя е къса дума, с едно гърляно тъга, тъга. Опитайте се да му кажеш и видите, къде малът диябълка се движи. Есть своеобразная фонетика грусти. Если все, кто нас сейчас смотрят, попробуют повторить это българское слово тага, они увидят, что это очень коротенькое слово. И там есть такой горловой звук. И кадык движется в этом месте. То есть, едно се опитваш да преглътнеш нещо недоизказано. Нещо, което се опиташ да спреш. Не искаш да го изплачеш. Да, как будто что-то глотаешь. Не даешь ему выйти из тебя и не можешь это выплакать. Това е. Ако има още въпроси... Последен, съвсем кратък въпрос. Только что целият разговор го проведе Мария Ширяева. Ти имаш голям шанс с преводачите си на английски. Анджела Рода от Джузепе Далагата, знаменития славист на итальянски. И имаш шанса да представиш книгите си на различни езици. Какво усещаш, когато те се трансферират на чушт език, предават на чушт език? Къде е? Има ли някакъв плюс, въпреки превеждането от български на чушт език на твоите текстове? Скажи по-русски вопрос, или мне его перевести? Ой, я задала вопрос по-болгарски. После того, как сказали слово «тага», я как-то перешла сразу на болгарскую речь. Но я спросила Георгия. Его переводят великолепные переводчики, как Мария Ширяева, Анджела Родал, знаменитый славист Джузепе Далагата. Конечно, на другом языке его тексты звучат по-другому. Но что они приобретают? Конечно, нечто они теряют, но что они приобретают на чужом языке? Преди да отговоря, ползвам случая да благодаря на всички тези преводачи, които изброи, конкретно в случая на Мария, която чувате как говори русски като български и обратно. Прежде чем я отвечу на этот въпрос, хотела бы поблагодарить всеки тях переводчиков, которые занимались своими текстами. Только малко префразирах. Промених. И ще ви отговоря с къса история. Първото ми четене пред чужда публика беше в Австрия. Беше отказ от естествен роман. Я вам разкажу, отвечу на этот въпрос, с коротенка история. Первое публичное чтение перед иностранной публикой у меня произошло в Австрии. Я читала тревог естествен роман. Четех един отказ, който разказвам история от детството, когато ни заведоха в църква и ни казаха, че Бог не существува. Но един човек отвън църквата каза, не, Бог существува, той е като електричеството. И аз винаги тогава имах едно на ум, когато запалих лампата. Я прочитала вот этот отрывок из естественного романа, в котором рассказывала историю своего детства, когда нас повели в церковь. А в церкви нам сказали, что Бога нет, Бога не существует. Но тогда один человек на улице сказал, что Бог есть, но он видит електрической лампочки. И я всегда у меня срабатывало это, что это Бог, когда я зажигал свет дом. И докато актьора четеше на немски този откат, аз си казах, ама тук никой няма да разбере тази история, защото при тях Бог существува. И аз трябваше да обясня. И когда актьор читал тот же отрывок по-немецки, мне пришла в голову мисль, что тут никто не поймет этой истории, потому что для них Бог всегда существовал. И мне надо придется объяснять. Така и не обясних. Но когато свърши четенето, имаше аплодисменти, и при мен доида един баща с сына си и каза, днес цял ден се опитвам да объясня на сына ми какво е Бог. И вие ми давте отговора сега. Я так ничего и не объяснил. Чтение закончилось. И ко мне подошел один папа со своим сыном и сказал, я сегодня весь день пытался объяснить моему сыну, что такое Бог, кто такой Бог. И вот оно объяснение. Вы объяснили все. И тогава разбрах, че има неща, които са толкова близки за всеки от нас, Бог и тагато са част от тях, че всичко е приводимо. Всичко важно е приводимо. Тогда я поняла, что есть такие вещи, которые близки каждому из нас. Это и Бог, и грусть. И все можно перевести. Всичко важно. Все важно. Спасибо. Благодаря ти много. И на добър час. Ще гледам разговора после. Чао. Чао. Благодарим, Георгий. И удачи вам на встреча с вашими поклонниками. Ну что, а мы переходим далее к нашему разговору о творчестве Георгия Господинова и поговорим о его новом романе, пока что не переведенном на русский язык. Это «Время убежища». Может быть, мы передадим возможность Красимиру Лозанову, коммерческому директору Жанетт-45. Во-первых, показать нам всю эту кипу с книгами. С большим оповольствием. Вот, вот, вот. И это не все книжки, потому что просто оказалось, что две или три у меня остались в офисе. Так. Мой первый вопрос, Красимир. Да. Я знаю, что вы первыми в Жанетт-45 начали издавать Георгия Господинова. И я вижу, что эта книжка, которая у меня на руках, тоже издательство Жанетт-45, «Черешетан один народ». И я была на многих премьерах вашего издательства. И как-то такая гибкость, несмотря на перемену жанров и времени, вы всегда были основным издателем Георгия Господинова в Болгарии. Даже сейчас, во время коронавируса. Что ты заметил в этой вашей политике? И почему для вас он стал основным автором? Значит, я отвечу тебе вот таким образом. Значит, совсем... То есть, всего три года назад меня пригласили присоединиться к команде издательства Жанетт-45. До того у меня была совсем другая работа, в совсем другой сфере. Я, конечно, любил тексты и поэзию, и прозу Георгия Господинова давно. В первый раз я его читал еще в 99-м году, когда вышел, естественно, роман. После того я прочитал и «Черешню одного народа». И тогда, когда Манул Пейков, один из двух совладельцев издательства, может быть, наши зрители не знают, что издательство было основано Бажаной и Апостоловой 30 лет назад, а 10 или 12 лет спустя присоединился в издательство как управляющий директор и ее сын, Манул Пейков. И вот Манул, когда меня пригласил, и когда мы стали обсуждать вообще как, каким образом, я тогда, помню, его спросил, а это означает ли, что если я пойду работать на вас, вы меня познакомите с Георгием Господиновым, да? И, конечно, он шутку сразу не понял, но оказалось, что так оно и произошло. И если кто-то думает, что нет счастливых людей, я вам скажу, что счастье существует, и счастливые люди есть. Нас есть, мы есть. Так что я не только познакомился, потом с ним мы еще и подружились. И, конечно, это очень приятно. Так, да, он издавался с самого начала нашим издательствам. Он однознаковый наших авторов, однозначно. Но все-таки я, если позволишь, Майя, я просто хочу еще пару слов сказать по поводу последнего романа, потому что, ну, попробуем не повторяться, то есть не повторить то, которое уже было сказано. Но все-таки этот роман, он писался несколько лет, нужно иметь в виду. И господин, то есть Жора, как мы его называем, он уловил всю эту тревогу, которая витала в воздухе в последние годы. Но нужно уточнить, что это все-таки роман не про ковид, не про ковид-ситуации. Роман о том, как можно жить при остром дефиците будущего. Роман, в котором перемешались сатира и ностальгия, ирония и грустный юмор. Это убедительная и мощно рассказанная антиутопическая история о том, как мы реагируем на новость, о том, как мир резко изменился, и все уже другое. Это как раз на самом деле стыкуется с нашей ситуацией, в которой мы все сейчас живем. То есть, что мы делаем, когда начинаем осознавать, что прошлое безвозвратно пожрало настоящее и уничтожило будущее. То есть, время убежища – это своеобразное убежище от бомб, от бомбардировок прошлого. И если нам отказано будущее, то можем ли мы жить в убежище прошлого? Можем ли мы выбирать свое прошлое или оно выбирает нас? И я сейчас заканчиваю свой ответ. Значит, если физика грусти построена на двух основах, то есть на грусть и эмпатия, то время убежища приглашает нас поговорить о том, в каком мире мы живем, можем ли вылечить самих себя своим прошлым, насколько глубоко можем впускать прошлое в нашу жизнь, в нас самих. И какую дозу прошлого мы можем перенести, не теряя свой рассудок и свою жизнь или теряя свои представления о нормальности. Для меня лично этот роман очень-очень важный, очень знаковый и очень мощный. И меня очень приятно удивляет, именно слово удивляет, что несмотря на то, что роман – это все-таки высокая литература или иногда, как это называют, высоколобая литература, да, несмотря на то, что он написан, удивительно увлекательно, интересно, но я уже говорю, как маркетинг-директор издательства, мы на самом деле отмечаем с большой радостью, что интерес к этому тексту, к этой книге на самом деле и со стороны таких людей, которые редко читают или мало читают, или даже почти не читают, понимаете? То есть приходит вообще, то есть я-то работаю на наших стендах, на разных книжных ярмарках, и вот с момента выхода романа уже прошли три такие, четыре даже, только я на трех работал, в таких книжных ярмарках, меня очень сильно удивляет, когда молодые люди приходят, и я просто вижу по им лицам, по разговорам, что книжка для них трудновато будет, понимаете? Они вряд ли смогут разобраться в этих сложных вопросах, да, но они с большим желанием просто берут, покупают, обсуждают между собой. Это на самом деле здорово, когда литература, она не заключена, она не арестована в рамках только высоких или элитарных литературных кругах, а когда она в самом деле не является попсой, не являясь попсой, не являясь массовой литературой, она становится всеобщей любимым литературным текстом. Это на самом деле здорово. Спасибо большое, и я бы подчеркнула, следуя за твоей логикой, очень тонкая граница между документальным и фикциональным, документ и выдумка, и очень тема памяти, как-то проходит память человечества, и в какой-то мере это и болгарский роман, и европейский, вообще мировой роман. И мой второй вопрос к тебе, чем объясняется этот феномен востребованности Георгия Господинова в мире? У него такое количество, кроме национальных международных наград, Ян Михальский сразу приходит, но он много-много призов. И его встречи с публикой, я читала немало об этом, скажем, в Италии, в самых маленьких деревушках, в общем-то, очень широкий диапазон аудитории. С одной стороны, нью-йоркер, который говорит виво, а с другой стороны, обычный человек в самой маленькой итальянской деревне. В чем этот феномен? Это редко для болгарского современного писателя. Да, да. Значит, так, мы отвечаем на твой вопрос, и я уже переведу внимание зрителей на его предыдущий роман «Физика грусти», потому что все-таки «Время убежище», оно вышло в конце апреля, и пока это слишком свежий роман, то есть он пока еще не переводился, не издавался за рубежом, но по поводу «Физика грусти», роман, который на самом деле, я просто не буду утомлять зрителей, перечислять, сколько вообще призов он получил международный, конечно, упомяну только две самые главные премии, да, это литературные премии Центральной Европы «Ангелус» за 2019 год, кстати, и еще премия Яна Михальского 2016 год, это швейцарская фундация Ян Михальский, я только хочу отметить, что там на финале был роман, находился в конкуренции с новым романом Джулиана Барнса «Уровни жизни», но все-таки премию получил он, а фактически почему так, даже если возьмем в качестве примера «Физика грусти», «Голос Минотавра» это «Голос грусти», а язык грусти универсален, он легко понятен для всех людей на Земле. Ну, вот тебе и ответ, короткий. А может быть, какой-то свой ответ даст нам Мария Ширяева, которая не только перевела «Естественный роман», мы идем, как вы понимаете, с самого последнего романа к второму роману и уже закончим первым романом господинова. Может быть, ну, Мария перевод, хотя и не опубликованы «Физики грусти» на русский язык. Каково твое ощущение, чем этот роман является далеко не только болгарским? Тогда я тоже покажу, все показывают, и я покажу. Вот так выглядит обложка «Физика грусти», видимо, облака. Почему облака, все узнают, когда прочитают книгу, сразу говорить не буду. И сразу хочу сказать, что я, да, действительно перевела этот текст, то есть есть надежда. И мне очень нравится наш подход, что мы идем от самого нового романа и как бы разматываем спираль времени и вернемся к самому началу. Начиная с названия, и на самом деле тут не все так очевидно, потому что болгарское слово «тега» обмечает в себя несколько русских абстрактных понятий. Это и печаль, это и тоска, это и грусть. И все вот эти вот аспекты, все вот эти оттенки этого чувства встречаются в романе. Это такой лабиринт своеобразный, в котором кружат герои или даже герои. И от грусти вполне себе быстро реально значит переходит к печали. Потом в тоске мечутся по подвалам воспоминания, встречая не только Минотавра, но и Цербера. И это очень интересно, потому что, как мы уже сказали, и Георгий Господинов сам сказал, что тема времени очень для него важна. И роман начинается с «as me», то есть «я существуем», «я» вмещает в себя существование очень многих людей. А заканчивается роман «as bechme», «я существовали». Вот, то есть, а между настоящим и между прошлым лежит миф. И этот миф убирает в себя все времена. Это и Минотавр, и Ариадна, и Минотавр. Это отвергнутый сын, и отвергнутым сыном является и лирический герой, условно говоря, который появляется в повествовании. Это и широкая география чувства тоски, грусти, это метание по лабиринтам памяти. И все это очень фрагментарно. То есть, отвечает в какой-то мере духу времени. Возможно, поэтому роман очень популярен во многих странах. Условно говоря, человек может воспринимать этот текст как линейно, то есть читать с первой страницы до последней, может вернуться к полюбившемуся отрывку и вернуться к нему в какой-то там главе. Каждая глава это вот очень законченное произведение. Но в то же время это роман, и читатель находится в постоянном страхе, что роман распадется в какие-то отдельные части, но на самом деле в конце он вполне себе логично соединяется, и с нами остается вот это светлое чувство грусти, вот это светлое грусть Лермонтова, если угодно, каждый носитель своего родного языка найдет какой-то свой оттенок, я уверена, в этой грусти. Для русского человека это Лермонтов, это Чехов, вот с его тоской, иронии какой-то. Для немецкого читателя это будет, может быть, Томас Манн, еще какой-нибудь писатель. Поэтому я отвечаю на твой вопрос, говорю, почему это популярно, почему это так читает? Потому что язык грусти универсален, и миф тоже универсален. Миф каждый человек вкладывает какие-то свои, наслаивает свои восприятия. Мне вообще кажется, что многозначность заголовка раскрывает именно и многозначность его текстов. Каждый читатель, по-моему, читает их по-своему, и было бы любопытно сделать такой рассказ, кто что прочитал, кто что вычитал, и кто как прочитал этот миф сегодня. И я думаю, что мы будем возвращаться еще по кругу. Очень хочется подключить в разговор Ирину Мельникову с точки зрения редактора, человека, который читал перевод Марии Ширяева естественного романа. Только хочу сказать, что на болгарский язык этот роман вышел в 11 изданий. Болгарский читатель никак не перестанет, не насытится этим романом. И этим романом началась такая серия Болгарского культурного института и библиотеки иностранной литературы, новый болгарский роман. И мне кажется, что это такое очень знаковое, очень начало, что именно романом Георгия Господинова началась эта серия. И я прошу, чтобы Ирина Мельникова нам рассказала и о серии, и о своей работе редактора в этой серии. Что касается всей серии, то авторы очень разные. Почему мы начали серию романом Георгия Господинова? Как раз по той самой причине, что это был тогда еще молодой, мы его расценивали как молодой автор, но исключительно известный у себя на родине и за рубежом. Естественный роман вышел, его первая публикация была в Болгарии в 1999 году. Обратите внимание, следующий роман «Физика грусти» в 2011 году и в 2020 мы имеем третий роман. Три романа у такого известного крупного писателя за 20 лет. Это не так много. Сколько он вынашивает эти романы? Сколько он оттачивает и свой стиль? Хотя он же филолог по образованию, он прекрасно владеет теорией написания, что называется, да? Но, тем не менее, он экспериментирует и пишет настолько легко и понятно, что переводчику, наверное, Маша подтвердит. это в удовольствие. Что касается меня, как переводить, что касается меня, как редактора, я уже получила перевод Маши в отшлифованном виде. Маша его переводила, будучи студенткой, правильно? Я извините, что вас перебиваю, Георгий господин как раз рассказал, что время убежища вышло в такой период, и с моими переводами так тоже происходило. Сначала был перевод, потом появлялось издательство. Обычно, кто знает, обычно все происходит наоборот, то есть издательство говорит, не могла бы ли ты или возлагает какой-то перевод. С текстами Георгия господинова они сами как будто просятся куда-то. Вот они сначала возникают, потом появляется возможность. Да, и я знаю, что вас поддержала тогда ваша научная руководительница Зоя Ивана Карцева. И она была, собственно говоря, первым вашим редактором. Я получила текст блестящий. Там практически ничего не нужно было шлифовать. Вот. И этот роман он как постмодернистский воспринимался, но каноны жанра автор не соблюдал. Он исключительно его сделал увлекательным и доступным широкому кругу читателей. И хочу вам сказать, вот видите его, да, первым нашим читателям обычно являются художники, которые книгу оформляют. Посмотрите, как он оформлен. Картинка разрезана. Это основная, собственно говоря, составляющая этого романа. Он состоит из одних начал. Потом каждый додон, то есть начало какой-то истории дается, потом читатель решает сам. Фасеточное зрение. Один из главных героев муха. Муха, которая видит мир фрагментами вокруг себя. И вот первый же наш читатель, это правда очень опытный читатель и очень опытный художник Татьяна Николаевна Костерина, вот она сделала оформление по прочтению этого романа. Русский язык был 20-м тогда, на который иностранным языком, на который был переведен роман. сейчас 22 языка, я уже прочитала где-то, что на 22 языка он переведен, и совершенно неудивительно, что он издается в Болгарии, переиздается, уже выросло новое поколение читателей с того времени, как он вышел, прошло 20 лет, и совершенно неудивительно, что они им интересуются, исключительно легко и интересно читается. И этот роман он у нас и в творчестве господиного он стоит ну как-то вот самостоятельным каким-то островом, ведь в творчестве автора, который драматург еще известный и поэт известный, и вот из романа, из произведения в произведение могут кочевать мотивы, темы, ну например, тема апокалипсиса, да, из драматургического произведения, да, перекочевала во время убежища, даже герои, герои тоже одни и те же, да, естественно, меняясь, возникают в разных произведениях. Этот роман стоит особняком, его можно читать и наслаждаться, и не связывать себя ну какими-то какими-то ассоциациями с творчеством Георгия Господина, с тенденциями в его творчестве, да, это просто увлекательное чтение. У меня, как у редактора, значит, относительно Георгия Господина и Маши Ширяевой, еще раз повторю, ну просто одно удовольствие. Работа была удовольствием, это на самом деле так. А у меня, если можно, вопрос к Маше, которая два перевела романа, да, я в каком-то интервью Георгия Господинова, которого спросили, ты человек мира, почему ты все время возвращаешься в Болгарию, да, почему ты не остаешься там, где тебя не в меньшей степени любят, чтут, издают и так далее. Он сказал, я с радостью говорю и пишу на болгарском языке, я люблю играть словами, искать смысл, слушать, как на болгарском языке говорят люди с юго-востока Болгарии, с северо-запада Болгарии, молодые, старые, это такой кайф, такая радость. Это вот цитата из Георгия Господинова из интервью. Понятное дело, что он великолепно владеет литературным болгарским языком. Нельзя забывать еще, что он и редактор, он 25 лет редактировал, был редактором газеты «Литературин Вестник». Так вот, Маша, к вам вопрос. Вам как переводить Георгия Господинова? Переводить не всегда легко, но очень увлекательно. Видны, конечно, естественно, поскольку вы говорили о фрагментарности, принцип фрагментарности в каждом из романов соблюдается. То есть, как я уже сказала, часть или глава романа может восприниматься как вполне себе самостоятельное законченное произведение. В этом законченном произведении варьируется не только мотив или какой-то образ, но варьируется язык. То есть, каждый герой, который появляется, начинает звучать по-своему. А есть и сквозные герои. Гаустин, например. Гаустин, да. Да, всегда звучит одинаково. И в этом смысле мне очень повезло, потому что я слежу за судьбой Гаустина. Я смотрела, как он развивается. А он так и развивается. Да, он развивается. Он разный. В языке грунт и во время убежища он разный. Исчез опять. Опять исчез. Я в волнении. Кто исчез? Время убежища. Кто исчез? Гаустин. А, исчез? А, да, исчез. Что же с ним будет? Ну, если говорить о переводе всяких диалектных, это совсем длинный разговор. Естественно, я пытаюсь ориентироваться на то, как будет это восприниматься русским читателем. Человеком, который не знаком не с литературой и просто первый раз видит. Я стараюсь находить какие-то естественные, я не передаю это диалектами. Пытаюсь вставлять какие-то словечки, которые бы маркировали, что уже речь идет не о героях с высоким уровнем культуры и интеллигентности, а это какой-то уличный разговор. Или как физики грусти, например, встречаются там вот такой эпизод, встречаются по однокласснику. Один из них, который совершенно вообще не помнит, кто этот человек. Одноклассник разговаривает матом, ну просто потому что такой уровень, такой квартал, так принято. Естественно, что на русский язык это все переводится средствами русского языка, возможно, где-то не точно, но тут уже компенсируют, чтобы это было понятно, органично. Переводить очень интересно, потому что игры с языком, с болгарским языком, с внутренней формой слов, с образами, которые возникают, и часто эти образы связаны с болгарской действительностью. Вот этот лабиринт, это же и банница, да, которая витобанница, витобанница, которая каждый в детстве разматывает, запевая там кто аэрианом, кто бузой, но этот лабиринт каждый человек разматывает с детства. Для русского читателя что? Это сноску, да, или в конце книги какое-то объяснение, или не объяснение, или в скобках какое-то пояснение, хотя слово банница, это, наверное, все больше и больше из романов роман в серии «Новый болгарский роман», но качует, получается. Спасибо. Маша, я еще несколько слов хочу сказать о самой серии. Мы издали достаточное количество книг, в них в какой-то книжке по одному произведению, в какой-то даже по два и по три произведения, и мы исчерпали вот в этой серии «Новый болгарский роман» мы исчерпали список авторов, который был выбран, утвержден и русской стороной, и болгарской стороной. Конечно, мы надеемся на продолжение этой серии. Заключено на сегодняшний день соглашение между директором библиотеки иностранной литературы и директором Болгарского культурного института, который является представителем Болгарского министерства культуры. Достаточно ли этого, чтобы пролонгировать проект? Я не уверена. Во всяком случае, на этой точке у нас застыло года на полтора. Мы полтора года ждем. если какие-то произойдут изменения, я очень буду рада продолжить эту серию. Есть достаточно много авторов, еще которых мы в свою сферу не вовлекли, но Георгия Господинова я бы, что называется, повторила. Спасибо большое, Ирина. и я думаю, что сегодняшняя передача является таким импульсом и для перевода новых произведений Господинова, и для серии нашей, которая, я надеюсь, продолжится через некоторое время. Было упомянуто о фасеточном зрении или фасеточной оптике еще естественного романа. Если Катя будет так добра и покажет нашим зрителям эту книгу и даже раскроет, то эта фасеточность сразу будет заметна, потому что книга Георгия Господинова проиллюстрирована. Открой, пожалуйста, еще вот наша муха с ее фасеточным зрением. И дальше идет серия великолепнейших иллюстраций прекрасного художника Николы Тарамановой предварительной беседы нам Георгий Господинов сказал, что буквально в ближайшее будущее состоится и премьера, чисто графическая премьера этой книги. Георгий Господинов очень востребованный не только как писатель читателями, а и художниками. Это одно из графических переложений его текстов, замечательно другое переложение, которое сделал выдающийся болгарский аниматор Телодор Ушев. Он сделал на основании рассказа «Слепая Вайша» свою анимацию, которая была в номинации на «Оскар» и потом сделал по роману «Физика грусти». Фильм уже опять анимированный. То есть творчество Господинова вдохновляет таких художников, аниматоров, как Теодор Ушев, и они делают в других своих фильмах реально достигающие новых аудиторий. Мне кажется, что это феномен Господинова. Я лично, может быть, Кристемира Лозанова спрошу, можно ли действительно это назвать феноменом. Я, по крайней мере, не могу вспомнить другого такого аналога в болгарской литературе. Ну, я сам не филог, как ты знаешь. Я расскажу другую историю. Я думаю, что есть там несколько минут. Значит, вот у меня в руках его сборник эссе «Это невидимая кризой». Значит, книга вышла в 2013 году, я тогда работал в Петербурге, я был дипломатом, вот моя знает. и я даже отметил внутри, что 24-25 августа, скорее всего, это были выходные дни, я был у своих друзей на даче в Карелии, у своих русских, петербургских друзей, я читал эту книгу, и я просто помню, что ощущал в себе чувство патриотизма. Значит, есть люди, которые считают, что дипломаты должны излучать патриотизм так, как клоуны в цирке должны излучать смех. Мы-то знаем, что клоунов иногда очень грустно, и если задать себе вопрос, а как дипломатом вообще за этой фасадой, которая у них, я вам скажу так, что я как человек достаточно критический, мне было сложно с органичным патриотизмом, но я тогда помню, что читая эти эссе, хотя потом уже сколько лет спустя я эту историю уговорил жора господина, он говорит, ну там вроде бы нет ничего патриотического в этой книге, да, но я тогда помню, что испытывал патриотизм, мои близкие друзья Таня и Саша все время там спрашивали, ну хорошо, ну скажи, ну переведи хоть чуточку, да, ну переводить я, конечно, не стал, потому что все-таки таким переводом дилетантским можно сразу все уничтожить, но я помню, что, конечно, это не единственный случай, когда я испытывал это чувство таким внутренним, органическим, настоящим образом, но я тогда почувствовал, что такое быть гордым тем, что держу в руках его книгу, новую тогда, и фактически нельзя забывать, это очень важный момент, что его романы, вообще его книги, они мировые и вместе с этим они еще и болгарские, так что сложный вопрос, насколько они болгарские, насколько они не болгарские, ну вот попробовал как-то более сложно и не прямо ответить на твой вопрос, ну да, 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 вот так с ним, с его текстами. Я не знаю, да, насколько они болгарские, конечно, они болгарские, потому что написаны болгарским писателем на болгарский язык, но то, что они волнуют людей очень разных и провоцируют их делать разные вещи, вот скажем, опять вернусь к поэтической книге, студенты нашей театральной академии обращаются к этой книге и делают свои перформансы и спектакли, такие замечательные мастера, как Маргарита Младенова и Допчев делают в мастерской с фомату спектакли по диджею и по апокалипсису, по-моему, Маша, да, апокалипсис переходит в шесть вечера, да, апокалипсис делали и в России, мы его издавали опять в серии Болгарского культурного института в сборнике современная болгарская драматургия, мне очень-очень любопытно именно это желание каким-то образом, другими жанрами продолжать его тексты, и это, мне кажется, действительно неким феноменом. Катя, мы как-то рады, что некоторые из книжек, которые показываем, являются частью библиотеки Центра славянских культур, да? Да, да, совершенно верно, Майя, есть возможность после эфира прийти в Центр славянских культур нашей родной иностранки и взять, почитать вот эти замечательные книжки Георгия Господинова, про которые сегодня идет речь, потому что, конечно, смыслы какие-то мы затронули, но, естественно, каждый человек, я думаю, будет открывать и открывать все новые и новые смыслы. Так что очень-очень рады, что у нас есть в фонде такие, его произведения, надеемся, что наша серия пополнится русскоязычными переводами замечательной Марии Ширяевой, так что будем надеяться и ждать. И приходите и читайте, я уже вместо Иры Мельникова скажу, читайте романы Господинова на болгарском, на русском, читайте и другие романы, я уже, ну, я не свой фаворит. Елена Елена Алексеева. Виктора Паскова. Давай, Ирина, реклама, реклама, момент рекламы. Все, 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 это наше, все, это наше детище, да, поэтому, конечно, я их всех сейчас буду стараться перечислить, потому что нет любимых и нелюбимых, да, это все наше детище. замечательный роман историко-приключенческий Антона Дончева, старейший болгарский писатель, ему, наверное, 90 лет предпечали. 90 лет, наверное, 90 лет, увлекательно пишет, причем пишет со знанием дела, потому что он занимался историей, и он получил звание академика академии наук болгарской за свое проникновение в научном именно плане в историю Болгарии. Вот этот его роман, он написан о богомилах, да, богомильство это не только в Болгарии, было в Испании, это течение, было в Европу, а потом по Европе распространилось, в Болгарии оно зародилось. Он, много точек зрения, оно ересью объявлялось, это движение, но увлекательно Дончев его преподносит и с исторической точки зрения верно. Вот Антон Дончев роман называется «Странный рыцарь священной книги». Переведен. Философская и музыкальная проза Эмилии Дворяновой, два романа в одну книжку вошли вот в переводе Зои Ивановны Карцевой это великолепном переводе, великолепная преподавательница и преподавательница Марии Ширяевой. Проза сложная, мы решали вопрос с переводчиком, у нас есть очень молодая, ну, очень талантливая молодая переводчица, но я ей, например, не дала, потому что там переживания женщины, которая за 40, это надо пережить, чтобы вот перевести, да, сложная проза, сложная, вот, это Эмилия Дворянова, есть литературный детектив, мы считаем, вот у меня еще мой коллега, а в прошлом мой начальник Юрий Фридштейн, мы вдвоем редактируем, вот, редактировали нашу серию, вот, он полагает, я склонна с ним согласиться, что это роман автобиографический, хотя Елена Алексеева этого не признает, вот, но в главной героине, после нашего знакомства с Еленой Алексеевой, вот, мы узнали, мы уверились абсолютно в этом, в ней, в ее главной героине ее собственные черты, причем она нам еще написала автобиографию к своему роману, обращу ваше внимание, вот, для тех, кто нас слушает или будет слушать, да, что каждая книжка предваряется предисловием, причем предисловия абсолютно разные, они могут быть написаны сайтом. Свинутки, Ира, давай перечистим уже хоть имена. Вот, вот не могу, потому что Милен Русков, прекрасный последний. Милен Русков, да, мы долго выбирали роман для перевода, потому что два его романа не переводимы на русский язык за счет вот удивительного языка, стилизованного под 19 век эпоху Болгарского Возрождения. у меня два лежат пробных перевода, ни один из них не передал. Молодой переводчик пока, пока. Пока, будем надеяться. На немецкий язык этот роман переведен. Я, к сожалению... Или на польский переведен. Вот, если бы я знала немецкий, хорошо, я бы оценила. Мне не верится все равно, что это возможно. Милен Руссков по, значит, Светлазар Игов. Это известнейший болгарский литературовед, литературный критик. У него единственный роман. Нам удалось его в нашей серии обеспечить на русском языке. Да, Анжел Вагенштайн, ровесник Антона Дончева, больше известный в мире как кинорежиссер, выпускник нашего ВГИКа. Да, и у него, кстати, государственные награды болгарские, достаточно высокие за его кинорежиссерские достижения. А вот у него есть и художественные произведения, абсолютно заслуживающие внимания. Так что Анжел Вагенштайн опубликовали. Кого забыла, Майя? Я не знаю, кого забыла, но еще раз подчеркну, что Виктора Паскова надо читать и перечитывать. Баллада Георгия Хеннихи это высочайший образец современной болгарской литературы. Совершенно правильно. Приходите и в Центр славянских культур, и в Болгарский культурный институт на Николы Ямской. И действительно с радостью мы поделимся этими текстами. Спасибо всем, дамы и господа, что вы были с нами. Я прощаюсь, потому что у нас осталась одна минута. Катя, это минута твоя. Я хочу сказать огромное спасибо автору Георгию Господинову за то, что он нашел в своем графике 15 минут для того, чтобы как-то приоткрыть смыслы своих романов. Читайте Георгия Господинова. Хочу сказать огромное спасибо Марии Ширяевой за этот эфир, за ее прекрасные переводы. Спасибо Красимиру Лозанову. Большой удачи издательству вашему Жанет 45 и процветания новых